Своей Матери, Святых Славных и Сихвальных Апостол, Святаго Священномученика Архимоника Медийского, Священномученика Климента Ангельского, Святаго Апостола Иуды, Брата Господня, Святителя Иова Патриарха Московского и Сияруси, Святителя Иоанна Максимовича, Архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского, их же память ныне совершаем, Святых и Праведних, Бога Отец и Архима Иоанна, и Всех Святых, помилуй и спаси нас, ибо Ты благочеловек, а любец. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поучение называется о важности греха. Возмездие за грех есть смерть. Кремлянам 6.23. Многие из нас думают о грехе слишком легкомысленно. Важными грехами обыкновенно почитают у нас те грехи, за которые строго наказывают, и земное правосудие, как, например, убийство, грабительство и воровство. Те же грехи, которыми большая часть из нас прогневляет Бога ежедневно, большую частью почитаются маловажными, почти не заслуживающими кары небесные. Не так судит о грехах Бог. По уверению апостола, каждый грех, как бы он ни казался нам маловажным, заслуживает вечное наказание от Бога, если мы не поспешим очистить его покаяние. Возмездие за грех – смерть. Что такое грех? Грех есть беззаконие. Есть нарушение закону, данного Богом. А кто сей Бог, которого мы так бесстрашно оскорбляем противлением Его святой воле? Он есть святых святейший, пред лицом которого ненавистен всякий грех и омерзительно всякая неправда? Что же делает грешник, приступающий закон Божий? Он оскорбляет его святость. Это ли люди называют грехом маловажным? Бог есть наш любвеобвильнейший Отец. Что же делает грешник, беззаботно нарушающий волю Его? Он отвергает любовь Его, уничтожает Его величайшее благодеяние. И можно ли какой-либо грех почитать маловажным, когда он есть не только нарушение воли Божией, но и исполнение воли врага Божия, дьявола? По слову Божию, изобретатель греха есть дьявол. Всякий грех, сколько бы не представлялся нам маловажным, совершается в угодность врага Божия, дьявола. И творящий грех от дьявола есть, как говорит Иоанн Богослов. А неужели это маловажно, что человек вместо воли Божией творит волю врага Божия, дьявола? Всякий грех по отношению к нашей душе есть то же, что болезнь по отношению к телу. Оставьте без внимания незначительную болезнь в теле, и она легко может превратиться в болезнь тяжкую и неизлечимую. То же бывает и с болезнями духа. Если одной искры иногда бывает достаточно для того, чтобы произвести пожар, то удивительно ли, если и малый, сперва незначительный порог, оставленный без внимания, постепенно возрастая, наконец доводит человека до высшей степени нечестия. И все величайшие грешники, погубившие и тело, и душу в порогах, не вдруг сделались таковыми. Потому-то Господь Иисус Христос и предостерегает нас от неверности даже и в малом, и строго наказывает за нее, что неверный в малом легко может сделаться неверным и во многом. Что многие незначительные пороки обращаются в привычку, от которой трудно бывает нам отстать без особенной помощи Божией. Из многих примеров Священного Писания можно понять, сколь оскорбительно для Господа Бога и малое нарушение Его святых заповедей, когда за это многие из людей строго были наказаны небесным правосудием. Жена Лотова за одно запрещенное ей любопытство превратилось в столб соляной. Сестра Моисеева за один ропот на Моисея поражена проказою. Сам Моисей за одно слово некоторого сомнения в силе Божией должен был умереть вне земли обетованной. Оза поражен смертью за то, что необдуманно хотел поддержать кивот завета, охраняемый самим Господом. Давид за одно намерение исчислить своих подданных навлек на них трехдневную язву, погубившую несколько тысяч человек. Анания и Сапфира пали мертвыми при ногах апостола Петра только за то, что утаили пред ним часть из проданного ими имения. Таким образом, наказание людей из-за малых, по-видимому, проступки Господь подает страшный урок тем из беспечных грешников, которые, проводя жизнь свою во грехах, думают укрыться от гнева небесного. правосудия под милосердием и благостью Божию, не заслужив их. Посему мы не должны почитать маловажными никаких грехов, не должны позволять им малому, по-видимому, злу укореняться в нашем сердце, дабы не дойти до ожесточения и нераскаяности и не лишиться навсегда благодати и помощи Божией, без которой невозможно спастись. Научимся лучше бояться Бога и не прогневлять Его и малыми, по-видимому, грехами, помня слова апостола, что возмездие за грех – смерть. Тогда будем свободны от грехов великих и тяжких, будем иметь надежду спасения и помилование на суде Божием. Аминь. Душеполезного чтения. Боже, милости, буди мне грешны, создавая мне, Господи, помилуй меня. Бесчисла я не грешил, Господи, прости мне грешно, как помилуй меня. В воскресенье, Господи. Спасибо. 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 Спасибо.